Приветствую вас на канале Техревизор. И сегодня мы рассмотрим диктофон Олимпус WS-853. Он создавался для аудитории, которая понимает, где и как будет применяться это устройство. Его вряд ли купит человек, которому нужно фиксировать только свои мысли или лекции преподавателя. Но тот, кому нужно брать интервью или записывать речь на шумных конференциях, вполне раскроет потенциал этого диктофона и поймет, за что отдал такие деньги. Для подобного уровня задач диктофон оснащен стереомикрофоном с шумоподавлением, регулировкой качества записи и чувствительности микро, и даже папками для сортировки полученных данных. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, а я расскажу подробнее. Пройдемся по характеристикам. Начать стоит с главного, как записывается звук. На это влияет формат записи, битрейт и микрофон. В диктофоне предусмотрен один формат MP3. Он может записывать с максимальным качеством 128 килобит в секунду. И этого точно хватит для фиксирования понятной речи даже при шумных условиях в нескольких метрах от человека. Правда, для этого понадобится немало места. Но и его здесь достаточно. Встроено 8 гигабайт, которые можно расширить microSD-картой. И с таким раскладом при максимальном качестве диктофон сможет работать 130 часов. Не особо представляю ситуацию, в которой этого может не хватить для записи. Питается устройство от батареек типа 3А. Но возможно и подзарядка через USB, что хорошо так упрощает использование. Про микрофон долго говорить не придется. Как и было упомянуто выше, работает он в режиме стерео. Ещё и шумодав имеет. Звук записывает реально без всяких нюансов. При любых настройках вы не услышите репения, шум и другие раздражающие мелкие детали. В записанной речи чётко и ясно слышно каждое слово. Правда, если вы будете находиться в месте с кучей лишних звуков вокруг, придётся поиграться с настройками, чтобы получить лучший результат. Olympus WS853 попал в топ-5 лучших диктофонов, которые можно посмотреть по подсказке. Функциональные возможности. Здесь коснёмся чувствительности микрофона и качества записи. И всё это можно найти в настройках, где включить нужные параметры не проблема, так как интерфейс интуитивно понятен. Для удобства производитель добавил возможность голосовой активации, которая включает запись в диктофоне, как только определит голос. Полученную информацию устройство маркирует, чтобы вы в них не запутались. Более того, возможно, удобно распределить всё по папкам. Также диктофон может работать в качестве MP3-плеера, что, конечно, не очень актуально в наше время, но тоже кому-то может понадобиться. Внешний вид. Рассмотрим кнопки, которыми всё это дело управляется и настраивается. Диктофон включается с помощью слайдера на боковой грани возле слота для SD-карты. Этот же слайдер и блокирует кнопки. На передней панели разместились начало записи, остановка, удаление и метка. Там же вы можете попасть в меню и настроить каждый параметр под себя. Для удобного управления есть джойстик, который перематывает записи и регулирует громкость. Работа динамика тоже впечатляет. Для прослушивания записи предусмотрели разъём для наушников, но вам придётся использовать его разве что в очень шумном помещении. Возле миниджека расположился вход для подключения микрофона. На нижней части есть ползунок, который отвечает за USB. Удобное решение, так как не нужно всегда таскать с собой провода для подключения к ПК, а сам же корпус пластиковый. Понимая то, что из-за этого диктофон будет легко разбить или поцарапать, производитель в комплект кладёт тканевый чехол. Редко встретишь такой приятный жест. Ещё в коробку положили кабель для зарядки устройства и батарейки. Подведём итоги. В заключении отмечу, купить этот диктофон, не разобравшись в нём и своих задачах, большая ошибка. Это правило работает, конечно, для любой покупки, но здесь, когда устройство действительно требует рациональности, да ещё и за такую цену, явно стоит взвесить все за и против. Я рассказал вам о его работе, плюсах и минусах, и теперь решение остаётся за вами. На этом мой обзор завершён. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. И стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор. До встречи в новых видео.